слушайте так сегодня значит у нас такая тема прошлый раз мы решали задачки это никто не снимал как мы здесь решали а сегодня нас будут снимать и мы будем писать те или иные решения задачи фишка заключается в том что на самом деле на большую часть задачек есть несколько как минимум решений там 235 да ты будешь выходить и писать иконные функции был там товарищ который сидел слева я звук его зовут сеня да он был мастером джойна арсений тоже не пришел что короче ладно мы как-нибудь справить ну давайте начнем по порядку так значит первая задачка так у меня такой вопрос смотрите первый кто-нибудь дома попробовал написать запрос который не получился здесь да ага кто подожди сейчас просто включишься кто-нибудь дома попробовал написать запрос который у него не получился здесь да это мощный ответ это значит отлично ну тогда прям сегодня кто дома не попробовал написать запрос который не получился ага но не боимся поднимать руки ребята ничего за это не будет кроме отчисления так нужно знать сегодня мы напишем все вариантики у кого какие значит первая задачка смотрите у нас есть пропуски простейшая идея заключается в том что попробовать найти следующий элемент да то есть мы берем генерируем множество сначала следующих элементов карандашик вот то есть да мы сначала находим попытаемся найти следующие элементы потом мы попытаемся найти для каких элементов нет следующего до показать только такие и потом последняя задачка 16 не выпадает наше множество и нужно каким-то образом его тоже отфильтровать ну и самое простое там нужно просто отфильтровать на максимум чья посмотрим какой у нас здесь вариант то есть вот он накручивает айди плюс 1 чтобы сгенерировать новое множество ну ничего пока сложного нет на самом деле сейчас через лев джойн он будет искать тех кого не существует у вас в этом варианте использовался не лев джойн а except принципе да можно написать это через еще посмотрим как но принципе это не знал да надо помещаться но это можно все уменьшить да тут это все сейчас мы так смотрите значит первая идея через лев джойн то есть он женится сам на себя пытается джойнется к айдиш нику найти следующий айдишник дать здесь как бы самое главное подумать где должен быть плюс один с этой стороны листой да это как бы самое сложное в этой задачке если подумать этому мы прибавляем тек ну к настоящему ищем в той табличке да следующий и мы заджойнились у нас появились строчки в которых есть нал и и мы оставляем только их как бы да это мы эту задачку решили мы на самом деле вот сейчас нашли что-то типа 4 8 11 16 да и последнее нужно отсеять как-то 16 потому что она не входит как бы в правильный ответ да он считает для этого raw number не дописав здесь на самом деле половину условия да то есть это не скомпилируется здесь нужно написать хотя бы ордер бай какой-нибудь да можно так написать точно без ордер бая ну не знаю ну окей если можно то может быть где то и можно я не буду за все отвечать насколько понимаю обязательно ну ладно то есть возможно в каких-то нотациях они это опускают считают что просто ну он должен быть ордер бай потому что как он будет сортировать все таки я считаю что обязательно это поле он проставил все вам номера а потом говорит что я хочу оставить только те у которых да у которой номер меньше количество записи до вот и по разному ну то есть как смотрите идея очень простая тут как бы две подзадачки до отфильтровать последнюю он фильтрует через каунт были варианты допустим написать это это понятно всем да понятно всем можно было написать через максимум ребята некоторые решали через максимум да они находили максимум из этой таблички видят у меня резинка так место не то так вот да да так подождите большая резинка потом то есть вот здесь находится максимум и зайди и потом пишется что-нибудь типа достается айдишник из этой таблички из нее тейбл айди допустим меньше максимум да идея понятна и тогда раунамбер можно не считать боже мой что я все время эти треугольники разбрасывал об это будет чуть побыстрее работать да потому что ему ну как бы что максимум что каунт посчитать на самом деле одна ерунда я сейчас дима еще один треугольник а раунамбер нужно напрячься посчитать это будет чуть побыстрее работать теперь есть другие были вариации которые заменяли лев джойн на самом деле пару лев джойн вера оди и знал то стандартное такой паттерн решения похожих задач типа а чего нет там в какой-то табличке дата вы джойнетесь на нее через лев джойн и при потом проверяете через знал теперь вопрос к вам если я вот здесь вот в заменю допустим на блин да как да сегодня я ошибаюсь вот на end имею право так сделать лег но нет конечно нет это принципиальное различие конечно вы должны сначала за джойн эти потом профильтровать в таком случае вы будете джойнить непонятно что на самом деле да то есть вы как бы с одной стороны говорите что у них одежки должны быть там как-то связано а второй говорите что т2 айди и знал да то есть нельзя то есть только так как ты написала это как раз правильно то есть вот здесь должно быть именно в р и тогда это как бы имеет смысл все ну или джойн можно было заменить на что то есть эту конструкцию можно было реально заменить на либо на except через except написать либо допустим на not in либо на not exist да то есть вот этот как бы типа а каких записей нет как бы вот здесь можно было написать через лев джойн вот так вот можно было писать через except то есть это множество except там какое-то там ну второе с плюс один да либо через not exist а если в этом множестве еще что-то и может быть еще парочку вариантов и они бы все примерно одинаковые одинаково подходили да это ты тоже убьем все с этой задачкой все да понятно все прозрачно здесь все успели там переписать кто хотел понять что мы здесь делали смотрите самое интересное в скуэле в том что один и тот же запрос вы можете написать разными способами иногда разные способы будут иметь следствие в производительности грубо говоря вот здесь в row number можно было пожертвовать спокойненько и немножко выиграть скорость и убрать эту операцию где-то кардинально можно переделать запрос так чтобы он был работал просто алгоритмически намного быстрее мы сегодня попробуем и такие вариантики посмотреть что у нас там за вторая задачка о с фидбэком классная задачка кто решил давай у тебя через join да решена на давай выходим да но нет все решающие законные функции да скажем давай не знаю ну не у тебя же join там а это первый вариант типа да не ну не будет работать ну в оконных функциях нет во первых хевинга по крайней мере я не знаю в какой ну то есть стандартных в стандарте нет хевинга есть только там только есть партишн бай ордер бай то есть надо как-то по-другому было вы выкрутиться да через за беззаконных функций мы сегодня раз посмотрим ты пиши пак тебе на какой вариант просто все влезете на запросы так вот сделай так что влезло это все пути ведь будь уверен да вот так сделай как бы поаккуратнее держи сейчас посмотрю то есть кто решил первое на чем я всех ловил это на знание джойна за типа типа ребята здесь точно не на джейн да и все-таки как так и уходили сейчас попробуем это рассмотреть дадим вадимом время это написать какие у нас джойна есть давай left right правильно почему и нам не будет работать если у меня не поставил допустим позитивного отзыва что будет с моим негативным отзывом не будет его и не left ни right нам здесь не поможет потому что ты с двух сторон джойнишь свои эти штуки правильно поэтому какое нам нужно тип джейна ну да допустим если я поставил один негативный фидбэк или я поставлю только негативный фидбэк да ни одного позитивного то у меня и мои негативные потом пропадут а я так старался всех там хейтить давай аккуратненько и все влезет ага ну смотри ну давайте так вот как бы поможем немножко вот так вот напишем что здесь то же самое только здесь напишем вэр фидбэк равно негатив здесь то же самое грубая да бум и здесь он нужно писать да да тогда вот эту скобочку я уберу чтобы он мешал ну конечно инер возвращает записи полностью не будет то есть тебя как бы в исходном множестве не будет этой записи позитивно допустим я поставил только негативные фидбэки да допустим только негативного тебя в исходном множестве нет позитивного ты джойнишь их по пользователю не получаешь записи правильно либо наоборот я поставил только негативные ты опять же джойнишь по пользователю через inner и не получаешь какой то есть не inner не left не рай здесь не подходит а посетите какова примерная сложность этого там не знаю запроса ну квадрат какой-то да ну то есть два прохода по табличке нам нужно нужно взять сначала все по фидбэка найти только позитивные сгруппировать их получить какое-то маленькое множество да потом взять опять пройти по этим по этой же табличке за фидбэком отфильтровать только негативное опять сгруппировать опять просуммировать и потом за джойни то есть получить два множества и потом за джойнить да и получить как итоговое множество ну не то чтобы квадрат два прохода и плюс еще join как он будет сделал допустим да ну то есть как бы как минимум нужно два прохода вопрос можно ли сделать это за один проход да вот можно ли вот идеальный был случай если мы просто пробегаемся по табличке и делаем это за один проход и да правильно это единственный кто там с подсказкой по крайней мере до брался до этого решения это вообще на самом деле редкость сейчас я попытаюсь есть волшебный оператор кейс про него практически все забывают когда пишут SQL и когда вам нужно что-нибудь написать скорее всего иногда вам может понять да то есть смотрите здесь мы использовали в для фильтрации а можно написать вот так select select сумма теперь пишем кейс в н там чё там как поле называлась у нас фидбэк тайда ну короче так просто где type равняется позитив дэн один элс нау энд бум эз чё там как нужно назвать то позитив стоит ли повторять что сумме ну то можно то же самое написать и написать здесь просто from фидбэк то же самое смотрите ну да юзер айди добавим смыть правильно поэтому это ошибку которую допустил и нужно выводить не ноль и не один или ноль ведь дэн рейтинг элс 0 да то есть мы бежим короче мы смотрите мы собираем две новые колонки да здесь понятно что написано то же самое да я не буду перечислить добавлять это как бы одно и то же только здесь будет где type равен негатив дэн рейтинг элс 0 н и там другая колонка то есть мы собираем две новые колонки в котором говорим что в этой колонке мы суммируем на самом деле только позитивные рейтинги а в этой колонке мы суммируем только негативные получаем как бы на самом деле то что нам нужно ну конечно да ну то есть это же просто сумма она если как бы ну просто вернет себе ноль и все и это не будет работать да правильно потому что мы забыли про грубой нужно добавить еще грубой узер айди потому что иначе мы получим ровно одну строчку суммы всех позитивных и негативных у нас задачка была разбить это по юзерам ну назначить добавить грубо из ради и это запрос будет работать и он для этой для этого конкретного случая самый быстрый понятно да то есть у нас нет операции джойна у нас нет операции у нас одна операция группировки они две как раньше у нас там один проход таблички ну короче это самый крутой вариант когда он что подобное нужно сделать задачка была как раз на это с этой то с этим тоже это все понятно все успели там не знаю записать там понять это все есть кит вопрос там да мы помним что самое главное правило какое короче да правильно то есть если вы короче не поняли говорите что я чуть не понял почему здесь там нет грубо и так далее в общем потому что все здесь то есть не все здесь а как минимум я косячат постоянно поэтому классно и тряпку не нужно мыть после этого все третий вопрос про видео про видео у тебя же была версия выйдешь напишешь свою или не готова так у кого давайте какие у кого какие были сейчас мы поймем с какой интересно да так вот это норм это мы в конце напишем еще у кого были покажи твоя вот это ну давай выходи напишем такое мы потом еще подпочим немножко так 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 держи это такое тоже напишем а что есть видео не нужно 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 до необходимости всех пользователей которые смотрели да не нужно да не нужно да не нужно нужно просто найти всех таких пользователей и все спасибо тебе большое смотрите значит этот запрос плюс ну работает вот учитывая то что вот так дата не пишется да но будем считать что здесь просто 20 число и 26 значит простая очень идея мы выбираем сначала все видео в этой дате потом делаем каунт distinct если кто-то не знал что в принципе в каунте здесь можно написать было distinct ничего бы не изменилось если бы написали его здесь просто да здесь select distinct user id date а потом каунт там каунт дэйт грубая user id да понятно а теперь смотрите во первых что можно было как можно было этот запрос сделать чуть-чуть проще во первых вот здесь этот подзапрос нам не нужен да мы могли сделать вот так просто да и ну как бы тут не очень понятно что получилось но можно было писать from видео тогда это тогда мы удалим запись вот эту штуку мы ставим на самом деле вот сюда это сюда до группе группе ру ну n равно 7 смотрите значит а уже попроще сделать да то есть мы взяли select count district и назвали эту колоночку н до потом так как эта колоночка появилась только здесь мы обернули вот это вот все в один подзапрос и написали в n равно 7 прозрачно это как раз ответ на вопрос ответ на ответ на тот вопрос почему люди не не используют хэвинг потому что вот так можно написать а теперь великий хэвинг да когда он нам в жизни вообще помогает мы могли написать вот так это мы убираем вот это мы убираем и по факту вот это вот мы убираем вот сюда в хэвинг и пишем здесь хэвинг ну ты блин ты даешь вообще сейчас давай пользоваться мы берем вот так вот да ну блин видишь какой он умный он начинает ну нет мне не нужно select как бы я быстрее напишу просто в этот момент select count distinct distinct date равно 7 да а вот эту штуку мы берем отсюда выбираем ну понятно что юзер айди вот это наверно он сможет перенести да и получаем можно сказать такой вот прямой запрос без подзапросов которые будет выполнен как вот вот просто читаешь его и понимаешь тебе нужно сделать да мы у нас была тройная вложенность из вот этих вот запросиков хотя можно было написать его так вот компактненько и этого на самом деле я и хотел чтобы кто-нибудь написал да все у нас там 4 ой да конечно все вопросы приветствуются только с грубая да агрегационные функции да вот и здесь нас спасает что есть каун distinct да что не нужно кого-то выкладывать и как раз мы тут грубо говоря девич простая данная такая же осталась мы взяли все видео по этим датам сгруппировали по пользу ли и посчитали сколько разных дат если они как бы все разные в этом промежутке ну то есть есть все хотя бы по одной тогда он смотрел все дни такая вот простая но классная идея то есть ну понятно что вот как бы когда мы пишем на русском языке это запрос что все пользователи которые смотрели все дни с 20 по 26 это марта а по она то мы его переформируем как бы вот в такой вот запрос как бы понятной машине и она в принципе сделать потом в конечном итоге то что нам нужно то есть в этом как раз наша задача так так дальше у нас следующее кто четвертый там решил все на решили да пронумеруйте все просмотры пользы к аналитическом порядке должна быть давай выходи это твой как бы твои за твои задачки чем и там пронумеровать там вот это все ну то есть первое когда вы видите пронумеруйте это как бы понятно что нужно использовать что дорого намбер да как бы то есть что точняк оконные функции как тебе удобно будет сегодня у нас занятия по факту такое как бы как сказать там что-то типа работа над ошибками закрепляющие поэтому я думаю но даже чуть раньше закончится чем обычно но я считаю что она очень важно на это не принцип ну то есть как бы можно было как бы чем-нибудь отступить вот сюда вот да как то здесь как-то вот так сделать да давай тоже поиграйся в эту штуку но видишь не получилось лучше написать ну и как бы нам нужно в рамках каждого пользователя это правильно сделать пронумеруйте все просмотры пользователя поэтому партишн бай понятно что нам по юзер айди и ордер бай должен быть в рамках тоже понятно чего да в рамках нашей даты ну там неважно неважно нормально номер сыправе 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 оно прямо в лоб да а там дальше приписка а предложите по все все это там поняли записали да все прозрачно понятно да а теперь дальше а как нумеровать без row number ну началось никак эта задачка должна вызывать у тебя интерес какой то да тебе запретили использовать на самом деле row number есть не везде если мне не ошибает память в май сиквеле до последней версии их нет но ты иногда можешь при приходить в проект там просто какой то какая то база ну то есть на самом деле они появились не сразу то есть но это они есть стандарте понятное дело последним и там может даже не сам последним но задачка звучит именно так как пронумеровать без row number какие идеи у нас есть были решения точно помню у кого-то кто с этим справлялся никто не помнит покажи у тебя какое было покажи выходи давай давай ну то есть смотрите эти все задачки они на самом деле не всегда на знания а именно на то как вы реализационно мыслите да то есть как бы ну вот нет row number это но это просто как не знаю как какое-то как упражнения какие-то не знаю когда спортом кем-нибудь занимаешься есть там какие-то сбу там специальные беговые упражнения там или какие-то в плавании там плавание на одной рукой чтобы какие-то какие-то тонкие моменты прочувствовать когда которые в координации не так работают так и здесь скорее всего в современных базах никому не придется так делать и если он когда-то увидит похожий код он наверное просто задумается и потом желательно переписать его через оконные функции да если нет какого-то другого решения да звездочка просто считает количество сейчас подождите дайте ему досказать да смотрите что сделал вадим он сделал коррелированный запрос он сказал давай-ка ты для каждой строчки здесь будешь искать мне видео у которых дата больше дейта да то есть как бы сколько таких дат больше чем я больше либо равно чем меня да единственное что понятно что это не пронумеруют строчки нам по на самом деле на самом деле да потому что если у нас даты могут быть равны то мы скорее всего получим что-нибудь типа 1 2 2 3 и правильно и что мы будем и как бы ну для одной тоже строчки если они равны оно вернет одно и то же скорее всего число правильно вот поэтому это не совсем то же самое но здесь дальше идет игра с условиями да то есть здесь наверное там надо будет добавить какой-то ну в какой-то жизни может быть еще такое дополнительное условие и тогда это как-то взлетает да и в рамках спасибо тебе в рамках с оконными функциями на самом деле какой оконной функции это примерно равно есть не только row number да есть еще какие-нибудь мы знаем вот такая логика это на самом деле оконная функция которая называется rank да именно тогда она вам вернет не просто 1 2 3 4 5 всегда вне зависимости что может быть а когда у вас одинаковое она будет возвращать им одинаковые потом начинать стройки есть еще если не ошибаюсь dense rank она начнет там с четверки но это все когда кому никогда не в жизни понадобится это все гуглиться за секунду главное знать что искать да и понятно что сложность такого запроса она как бы ну там квадратичная если так можно выражаться да то есть для каждой строчки отсюда мы будем как бы выполнять под запросик а его можно было немножко по-другому представить от этого бы ничего не изменилось бы но смысл был бы практически такой же да можно было не через коррелированные запросы то вот здесь в поле превращать а можно было написать join на саму себя и там сделать точно такое же условие потом уже считать там этот каунт join на саму на себя точно так же как мы делали ну джонишь табличку на саму эту же табличку да просто сделаешь его с таким же слоем да это значит достать все остальные поля звездочка означает все поля смотрите давайте еще раз хороший вопрос он одно поле создал назвал его набер теперь ему нужны остальные все поля он может на 분으로 он может написать звездочку их не перечислять ну просто сэкономив вот здесь нам место на доске это в принципе для нашего algebra для нашей ситуации это нормально потому что мы ему место на доске в принципе да для продакшн кода всегда Box перечислить, не пользоваться звездочкой, потому что это не очень всегда прозрачно и хорошо. Какие там поля у нас на самом деле в табличке видео. И если кто-то в табличке видео потом добавит какое-то поле, этот весь селект начнет возвращать больше полей, чем нам нужно, и как бы в хорошем кейсе это ни к чему плохого не произведет, а в плохом может пострадать производительность или там еще хуже где-то функциональность даже. Вот. Можно было написать, допустим, не просто звездочка, а вот так. Да? Сотру, а написать V только V звездочка. Это тоже норм синтаксис. Это когда мы говорим, что мы хотим все поля из V. И в этом случае это не имеет никакого значения, это равно звездочке. Но если вы здесь заджойнились, допустим, на, ну, по каким-то причинам на S V1, там, не знаю, то это как раз скажет, из какого V взять все поля. Вот. Это просто про, немножко про синтаксис. С этим все понятно? Есть какие-нибудь вопросы? Да? Отлично. Отлично. То есть, смотрите, все ожидают от вас на такой задачке увидеть row number. И это как бы на самом деле самый нормальный, правильный вариант для нормальных с UBD. но вы можете прийти в проект, которым просто не будет этих возможностей. Это будет просто нормальным там решением. Не знаю, что вы. Так, пятерку мы пропускаем, потому что по-хорошему ее там не решить, эта задачка. Ну, вот всякого вот такой вот, да, ерунды. По-хорошему. Ну да, то есть это всегда, эту задачку, скорее всего, на стандартном SQL не решить. Да, ее нужно будет решать в конкретной, каждой с UBD по-разному, поэтому она не очень хорошая. Про мужской и женский рейтинг. Кто решил? Ты решил? Очень непонятная задача? Кому? Тебе непонятно? Да. Почему? Ну, типа, я не понял, типа, UserID, это видео, как он связан? Да, таблица видео. Зачем вообще нет? Ну, просто в базе есть таблица, ну, задачки не имеют значения. Все, вы сбились, ничего не знаете, что делать? Просто написал, да? то есть это не имело значения, что ли, что делать? Ну, ты мог ее не использовать. Вот. Ну, как бы, на самом деле, просто, ни мужчина, ни женщина мог не поставить ни одному видео никакой оценки, и тогда его рейтинг должен был быть нулю. Правильно. И для этого тебе, на самом деле, нужна была бы табличка видео. Понятно? Сейчас давайте решим по-аккуратному. Кто решил задачку хочу новых людей? Новых людей. Давай тебя. Тебя Николай зовут? Да. Отлично. Коля нам выйдет и покажет свое решение сейчас. А мы посмотрим, были ли другие. Запутанную песню просто. Строчкой я записывал. Потом два селекта, короче. Через full join, Потом full join, да. Класс. Какой у тебя вариант? Класс. Давай начнем с твоего. Коля, да. А потом позовем Колю. А? У него не через юниор. Это хорошо. Или не очень хорошо. Да. Поэтому. Давай. Дерзай. Посмотрим вообще, рабочий ли у него вариант. Давай. Вот тут можно такую строчку слепить. Их можно вот так? Да, можно. в разных субэдэ там вместо плюсика вместо плюсика и кавычек может быть что-то другое. Там конкат, там да, не принципиально. И на самом деле мне это было неважно здесь. Ты мог просто вывести один, ну, D1, ID1, ID2, ID3, как бы это было достаточно. Что ты можешь потом это слепить в строчку где-нибудь, это уже абсолютно неважно. да. Можно писать? Кто? Если это два столбца, то ты можешь написать? А что ты сделаешь? Что ты хочешь сделать? Ну, нет. Просто сложить их значения? Да. Да, можно. Смотрите, в сиквеле все забивают гвозди тем молотком, который знают лучше всего. Да? Если они плохо знают... Мало молотков? Да, если они знают мало молотков, то они забивают все тем, что знают хорошо. Оконными функциями, джойнами и так далее. Эксептами или нотинами и так далее. Хевингами, да, кто чем. Иногда просто, когда молоток совсем не подходит, то просто приходится искать какие-то другие молотки, и это как бы расширяет наше сознание. Вот посмотрим... Это сейчас узнаем молоток. Молоток называется, я думаю, full join, который мы прошли в задачке номер 2. Да? Но сегодня задачка на самом деле нашего лекции принципиальная и главная показать вариабельность, что один и тот же запрос может быть написан очень по-разному. Он будет выдавать вам плюс-минус одинаковые данные, если там все аккуратненько сделать, но может читаться тяжелее, выполняться тяжелее, как бы, и когда люди говорят про оптимизацию запросов, то есть всегда две части оптимизации этих запросов. первая часть это оптимизация самого запроса, да, то есть как бы как ты его формируешь в виде операции, а вторая часть это на самом деле оптимизация схемы, которая потом используется для выполнения этого запроса. Точку запятую ты зря придумал, конечно, ну, ее там нету, нет, да, но... я проверял. Угу. Меня? Хорошо. Так было? М? Как это было? Да, примерно. Ну, ну, примерно так, но не так. Ну, то есть как бы это синтаксиси проблема, но и решение, да, так. Что делает Игорь? Он что? Что? Да, ты назвал, он как бы пишет третий вложенный запрос, в глубине которого он посчитал весь рейтинг по видео для парней, да, для менрейтинга. Сейчас я им помогу, да, мы вот это не будем переписывать, а напишем то же самое, только для, ну, как бы просто, ну, копировать это слишком круто, давай попробуем. А там, там особо ничего не поменяется, да, попробуем это сделать. Сейчас чуть-чуть. Да, нормально. Сможет это все скопировать? Я волнуюсь немножко. Как теперь это вставить? На стрелочку нажать. Еще раз на стрелочку. Нет, повыше. А тогда слева, слева мне тут панель. Найти вставить не было? Не-не-не-не-не. Тогда можно мышкой, которая на компьютере. подожди вот так. Сейчас, надо же решить, мы же айтишники не будем здесь переписывать. Да, поняли? Да, как бы мощь, мощь. Только подпатч здесь немножечко, да? Вот, отлично. И табличку еще. Да. Окей. Да, теперь закрой скобочку. Да, здесь вообще огонь. Закрой скобочку и напиши, почему джойнишь. Да, он. Ну да, давай помогу там. SW, да. Ага. Класс. И надо еще позакрывать тебе скобок, да? Опа, и назвать это как-то. Это ты закрыл вот этот фром и потом еще одну скобку и закрыл последний фром. Класс, да? Первое, что приходит в голову, когда ты смотришь, вот это давайте уберем вообще. Вообще лишнее. Так, что там было? Давай показываем. Тень-тень-тень. Да? Всем понятно, да, то, что вот эта вложность просто можно убрать. То есть, это как бы не поможет никому, кроме того, что текста станет чуть поменьше. теперь, да, теперь вот это будет плюс-минус работать. Да, понятно? Идея? Это лучше full join или нет? Давайте подумаем, как работает full join, да? Мы сделали, взяли вот эту всю штуку, сгруппировали их по видео, посчитали сумму. Куда-то положили там, не знаю, темповую табличку, ну, просто куда-то в памяти положили. Потом сделали то же самое с этой штукой и потом начали их full join там за какой-нибудь в лучшем случае N-алгоритм, да, скорее всего, за какой-нибудь квадратик, если данных мало. И потом посчитали сумму. Вот такая логика. И этот запрос, он как бы демонстрирует, что человек знает группбай, он знает full join, что они разные, знает агрегатные функции и вообще умеет складывать поля прямо вот здесь, да, как бы, ну, то есть, в принципе, ну, какие претензии? Не будет работать на самом деле запрос. Знаете, почему? Не, скобочки, ладно, потому что вот у него, потому что он вернул два раза видео из двух таблиц и вот здесь его запросил. Он упадет, он скажет, не поймать, не понимая, с какого видео взять, видео, и не надо написать, допустим, беру видео из мальчиков. Или, наверное, это сейчас тут некоторые девочки могут напрячься, почему из мальчиков, да, и возьмем мы как бы из девочек. на самом деле разницы никакой понятна, да? Или есть разница, на самом деле? Конечно же, есть разница, да? Да? Понятно, почему, какая разница? Я даже понял. Да, может не быть, а нам нужно, ну, full join нам как бы его вернет, как бы, да, но мы как бы в каком-то случае будем здесь null писать. Понятно? Ошибка. Поэтому мы выходим на следующий уровень и есть такая функция, которая возвращает первое null значение из списка и в стандарте. Она в стандарте она называется ко-о-ле-с-ке. То есть, если вы знаете, что такое ко-о-ле-с-ке, это прям... И пишем здесь. Опять начал с мальчиков, был вообще неправ. Можно кейс добавить, например, и проверять одно, можно кейс добавить. Это нормальный вариант. Это типа как молотком забиваешь, который знаешь. Правильно. Но чтобы кейс этот с венами не писать, люди придумали маленькие функции, которые делают то же самое, да? И... Да. As... Video ID. Ну и вот здесь колески стандартные, она должна быть, скорее всего, надеюсь, во всех реализациях. Есть еще такие же функции, типа там они называются null if, что-нибудь там, какие-нибудь еще. Ну, в общем, по-разному, по-разному колески должна работать. И тогда это все взлетит. Только тогда, да? То есть, здесь нужно было, чтобы это все написать, нужно было быть таким. плюс-минус крутым чуваком. Да? То есть, практически продемонстрировал все, что знал. Понятно? Идея, да? Все поняли? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Так, а теперь, как это можно было написать по-другому? Это все понятно здесь? С этим запросом? Понятно, что он большой. Теперь, какой вариант хотелось бы получить? Есть не только операции соединения, да? Есть еще просто операции со множествами, да, какие-то так. И тогда, я даже не знаю, что здесь удобнее, ну ладно, я здесь просто возвращаю. так, это я тоже уберу. Здесь я напишу рейтинг. Здесь я тоже напишу рейтинг. Это я, извини, Игорь, тоже уберу. И я даже уберу твой группай. Да, и джой мне больше тоже не нужен. Так, да, я пишу вот здесь вот union all от этого всего. Закрываю скобочку и здесь пишу groupby video id. немножко размазанный получился запрос. Сейчас мы это подпатчем немножечко. Так, вот это мы удалим. Сейчас все просто, чтобы этого не делать. Сюда спустимся. Здесь напишем from откроем скобку. Здесь напишем select video id. rating as rating. Вот это вот самое, как сказать, простое решение. То есть, вы на самом деле говорите просто, что у меня есть две таблички, я хочу их соединить. я их соединяю, потом считаю, группирую по video id и считаю сумму рейтингов. То есть, мы из операции join, из двух группировок перешли в более простую операцию union all и одну группировку. То есть, по факту, мы на самом деле union all можем выбросить, а сначала оптимизатор может сначала просто посчитать это по этой табличке, а потом начать бежать по этой табличке. То есть, это считается как два фора. То есть, сложность этого линейная алгоритма. То есть, сначала бежит по парням, считает рейтинг, потом перебрасывается на девушек и тоже считает. Понятно? Вопрос в зал. Что будет, если я вот здесь уберу all? Что значит ничего? Ага, не изменится. Не будет работать. Почему? Два мнения. Один говорит, человек не изменится, второй говорит, не будет работать. Почему не будет работать? Или почему сначала не изменится? Не изменится. Не изменится. А почему ты считаешь, что не будешь работать? Я не помню. Я отвечал на это. В прошлый раз отвечал, да? Да, и что, это плохо или хорошо? Правильно. Понятная идея? А мы же не вытаскиваем здесь юзер-идишники. Ну, если вытаскивать, тогда можно написать union. Да? Если, как бы, ну, понятно, да, идея? Что если мы здесь вытащили видео и рейтинги, тогда обязательно написать здесь union all? Иначе функциональность изменится. Если одно и тому же видео мальчик и девочек поставили единицы, то останется только один из них, мы потом просуммируем только часть рейтинга. Мы не должны были ничего этого испортить. Понятная идея? Да, то есть мелочи имеют значение. нет, по-другому не получилось бы. я имею в виду то, что они спалят знаковый. Да, но нам нужно было бы, ну, то есть, смотри, чтобы написать одну группировку, чтобы написать одну группировку вот здесь, тебе нужно было их сложить вот здесь, по-другому никак. Иначе ты пришел бы к варианту, примерно, который написал Игорь. Ты пишешь две разные группировочки и потом их пытаешься как-то соединить. вот. Так, седьмой вопрос. Ой, это классный, да? Это классный. Это как раз тот вопрос, который я чаще всего приходят ко мне люди и говорят, ну, я обычно в собеседованиях задаю такой вопрос по разным как там, областям, насколько человек себя от 1 до 10 оценивает в какой-то там области. Ну, и в зависимости от этого можно уже задавать вопросы. Если человек, допустим, говорит, что в какой-то области он знает... Леша я говорю, подожди, пожалуйста. Что он знает... А, Игорь, боже мой, извини, Леша, ну... Если он, допустим, в какой-то области говорит, что знает что-то на 10, ну, там, значит, сразу можно задавать какие-то сложные вопросы. И если, допустим, он на самые сложные вопросы не отвечает, ну, значит, его 10 просто, ну, меньше, чем реальные 10, да, чем, которые тебе кажется. Если он отвечает, значит, обо много чем но в общем такие у меня запрос и вот когда человек говорит что он там знает хорошо сиквел я задаю ему такую задачку вот как номер 7 да посчитай количество вот этих вот чисел через запятую понятно что через ну ванси скуэли очень долго не было вот этих вот сплит стрингов которые по находили в интернете и люди обычно никогда не знают эти функции когда спрашивают собеседование потому что никто так во первых данные не хранит через запятую да потому что это нарушение чего правильно какой правильно да то есть единственное что я помню из нормальных форм это что не надо в одной колонке хранить разные сущности но вот здесь так хранятся не принципиально и практически все поняли как ее решить да кто решил задачку это два выходе лучше а разворачивать это через не обязательно многие ко многим здесь это один ко многим а ну да примерно так давай нет не нужен ну одно видео ну может быть многие ко многим да на самом деле просто в этой табличке видео айди юзер айди это как раз и есть табличка развязки да у тебя просто эти записи дублировали здесь но было бы у тебя 121 2312 2342 и так далее да я не спорю не спорю а значит задачка здесь нереационная на самом деле а вы точно также можете решить и на и на джаве написать да только там вы скорее всего что сделать ну вы там сделаете сплит и посчитаете каунт допустим да но можно не так подходить к этой задачи делать это она понятно как делается да то есть мы хотим на самом деле посчитать количество запятых а потом прибавить единичку к этому всему и теперь как же посчитать количество запятых ну сейчас вот нам расскажут как это сделать до фронт я вам гарантирую что эту задачку на собеседованиях решает ну не знаю ну дай бог что 20 процентов людей а конечно потому что на самом деле когда вы работаете мы тебя так ждали так тебя ждали были твои вопросы ты ну и тебя не могли вызвать да вы смотрите здесь конечно же спасибо тебе большое задача не на знание скуэля до все знают такой скуэль задача не на знание каких-то функций в скуэле потому что эти все функции известны но нужно и вы решили скорее всего решили потому что у вас мозг не за мылен знанием скуэлей вы не начали в голове перебирать эти функции как же я так буду итерироваться по этим символом или что делать и вы как бы просто нашли это решение да но если человек он вот в этом то очень тяжело выйти на то что надо просто заменить все запятые на пустоту посчитать длину до после вычесть разницу и прибавить один как бы да то есть из да но это как сказать это это выход на самом деле за логику sql как сделать это по-другому я не знаю нет я знаю можно писать 9 реплейсов допустим до заменять не да заменять не запятую на пусто а заменять каждую циферку на пусто да и как бы не надо будет плюс один потом делать ну в общем да да в прошлые года были ребята которые именно так и решали писали мне вот такой вот 9 реплейсов я 10 реплейсов говорил я говорил что можно примерно в 10 раз быстрее это сделать и они уходили и потом минут через 20 приходили вот а но останутся только запятые посчитаешь количество запятых и все до три плейса три плейса три плейса три плейса три плейса три плейса и когда ты пишешь седьмой реплейс должен задуматься уже блин еще три нужно написать как бы я уже запутался со скобками как бы может быть по-другому как-то можно решить эту задачку да но если этого не происходит то это по крайней мере рабочий вариант он будет работать быстро поняли да так это с этой мы тоже справились у нас осталось совсем немножечко плюс один да конечно плюс один нужно будем да я сказал что не нужно молодец ты нашел молодец свалить валите друг на друг на друга постоянно короче так смотрите теперь нужно очень простую очень простую штуку сделать у нас есть табличка видео юзер рейтинг нужно вывести для каждого видео для каждого пользователя видео с его максимальным рейтингом но нужно предложить разные варианты так кто решил через оконные функции это 8 ты решился законы функции хорошо выйдешь следующий кто да давай выходи давай сейчас тогда если я тебя первого спросил на самом деле вот в этой задачке там ну плюс минус не знаю можно 10 вариантов предложить как бы они будут как-то работать хотя что такое класс ну ладно пиши from там уже главное ты как сказать ты помнишь правило переноса да то есть половина слога здесь как бы тире и потом там как бы и где ст несложно на открывая скобку ты все больше и больше размахиваешь на на самом деле было какое-то психологическое исследование если они чтобы то есть просто если человека попросить выйти к доске и он напишет строчку и она допустим будет вниз уходить или вверх уходить то это там как-то что-то значит но я не помню что поэтому а если бы у него постоянно буквы растут с каждой строчкой наверно тоже что-то значит а что такое да конечно да карандашка вот карандашка здесь да да ну и забыл как зовут арман первая претензия к тебе не надо писать в одну строчку да мы договаривались ну ладно хай ну давай нет сейчас подожди сейчас разберем каждый вопрос того что здесь написал да но в некоторых subod можно и пропускать это поэтому это даже будет скорее всего работать но так не нужно писать вот да поэтому где-то проверял какая subod ну не знаю постбес там был у тебя mysql cql mysql да ну там что просто не включил его да ну синтаксисы как бы могут отличаться в каких-то тонких моментах а могут в каких-то моментах там отличаться серьезно но базовый должен работать да он работает но в этом случае не отлично значит не работает все закрывай скобку да а урдербайне обязательно я не просил никакой сортировки так смотрите что нам сделал арман все может садится он решил эту задачка через not exist и мы первый раз столкнулись с not exist ам на этой доске и это классно по крайней мере вы это увидели да то есть смотрите егор мне кажется да ты писал через лев джойн вот и потом проверял вае знал в принципе так тоже можно было и в этом случае поступить но арман делал через not exist это показывает что просто люди по-разному думают да что он делает он говорит я короче хочу для каждого видео найти те видео для которых не существует видео этого пользователя у которого рейтинг больше не в этом случае не должен быть да он да он просто говорит что но ты как работает not exist то есть есть функция то есть есть функция exist которая проверяет что вот это множество вернет хотя бы что-то хотя бы одну строчку то здесь можно было допустим написать не все поля а написать допустим просто один вообще не важно что и любое поле это не принципиально важно что вот этот подселект должен вернуть хотя бы одну строчку not exist это значит что он нам оставит только те видео для которых вот этот подселект ничего не вернул то есть вернул пусто на поэтому он ищет для каждого для каждой строчки ищет только те видео с для которых не существует юзера с рейтингом не существует просмотра для этого же юзера и рейтингу которого больше понятно что это вернет нам только тех те видео которые получили максимальный рейтинг и если человек поставил несколько максимальных оценок то что он вернет а нет конечно все потому что он для каждого не найдет это зависимости от задач да то есть как бы я здесь это не специфицировал здесь нужно просто понимать разницу это будет максимальный рейтинг максимальный рейтинг если бы я сказал там не знаю максимальным рейтингом но в случае если таких записей несколько то там не знаю видео айди почему не он может для разных видео поставить да все правильно это будут разные строки я про это мы говорю что он как бы вернет нам несколько строк для для одного юзера то есть у тебя будет юзер айди видео 1 5 юзер айди видео 2 5 допустим да если он 5 поставил у него это понятно кто решил по-другому так ты уже был у доски давай слава так ладно кто решил еще по-другому покажи свой вариант да давай такой подожди пока подожди и мы тебя будем использовать дальше а ты решил девятую десятую блин давай тогда слав пустим его а тебя на девятую десятую ты тоже их решил я точно знаю ну отлично выходи тогда ты а если сейчас представляете у него другой вариант вот так вот так это понятно это понятно 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 есть вопросы я немного волнуюсь когда вы не говорите со мной я чувствую что я как будто бы сам с собой здесь разговаривал покажи свой вариант ну давай пиши ну я помогу тебе я не брошу тебя давай да можешь почему проблема я что рассказал что это проблема что ли нет а чёрт ну не вызвал потому что ну вот это первое что бросается в голову а это должно быть и последним так и было у кого был курс баз данных или сейчас идет сейчас идет помогает вам нет нет да нормальные формы учите класс я тоже их учил у меня за базой 4 балла было вузе вузе там вот это на чем делаете на английском по городу курс а не у него сайт я не могу сказать об этом в политехе видишь то есть да смотрите у меня тоже было вузе нормальные формы я помню самое крутое что там было нормальные формы бойса кода правила бойса кода но проблема заключается в том что они не практически не применяются в жизни я не могу тебе на этот вопрос ответить просто существует какой-то план считается что обучение нормальным формам должно сподвигнуть себя к чему-то я не спрашиваю никогда про нормальные формы просто не могу человека спросить ничего про нормальные формы в какой области у вас десятка в нормальных формах в сложенном какой-то математике базовое каких-то знаний типа классно да да смотрите вот такое решение предложил нам Арсений и понятно как оно будет работать спасибо можно садиться если что я дальше сам а вроде работает и как в голове это как бы повозвращал записи да так все подождите юзер айди да это конечно косячок это конечно косячок да очевидно да что у нас у нас здесь видео . вот здесь да класс нашли ошибку я знал что никто первого раза без ошибок не пишет поэтому ошибки обязательно но смысл заключается в том что сначала мы ищем для каждого пользователя его максимальный рейтинг в принципе а потом начинаем джонить опять грубо говоря маленькую табличку видео которое мы только получили с полной табличкой искать все рейтинги для этого видео да все чтобы просто вернуть на самом деле вот это видео айди понятно что этот запрос будет работать точно также когда то есть грубо говоря для каждого если у нас есть видео то есть если человек поставил нескольким видео на один максимальный рейтинг мы их оба вернем да теперь еще один вариант слава давай выкинуть риты это а это на девятую ну давай я сейчас выходи на девятую и оставайся ладно мы еще на девятую кто нибудь решил через row number давайте так ага ты тоже выходил ты тоже выходил слава еще не выходил давайте тогда через макс вот мы решили через макс нет через макс в да 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 через понятно я просто да так тоже можно сейчас мы попробуем через row number то есть смотрите здесь решение как бы говорю можно упражняться там нормально я подставил тебя и это прошло так и вот куда вот 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 Выглядит как письмо, знаете, такое, которое чернилами написали, такое. Размашно, как поздравление на Новый год. Да? Чтобы он так писал? Вот это ты зря сделала. Давай, Фром, на следующей строке напиши. Не будем так делать. Немножко тебе нужно со скобками поработать. Да. И это обязательно как-то надо назвать, даже если ты ничего с ним не достаешь. Спасибо, Слав. Понятно, как это работает? Нет. Правильно. То есть, вот здесь какая дефолтная сортировка? Ask. Да, то есть, чтобы максимум оказался наверху, нужно сюда desk вставить. Ти-ти-ри-ти-ти-ти. Так. Теперь понятно, как это работает? Кто не понял? Ну, Сей, ну ты что, для тебя объясню, конечно. Смотри, мы нумеруем все строчки, разбивая по группам... Подожди, я говорю. Разбиваем по группам по юзер-ид, сортируем их по рейтингу, начиная с возрастания. Потом мы написали... Потом мы получили эту колонку, которую назвали S, обернули еще один в этот подселект и вернули только S равно 1. Мы вернем только самому всем-то выбрать. Да, этот запрос отличается от предыдущих тем, что если у нас для разных видеопользователь проставил максимальные оценки, мы вернем сколько? Только одну. Как сделать так, чтобы он работал как предыдущие? Не row number, а вот это вот. Че, 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 я говорил, 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 говорил сегодня, второй раз дай вопрос. Да, правильно, вот видите, это все мы сейчас зачеркнем, здесь не напишем ранг. Это понятно, что зависит от задачи, но если мы там такие варианты написали, то здесь нужно написать ранг, и он будет работать точно так же, как и предыдущие. Спасибо тебе. Вопрос. Вот вложен селект, он же будет возвращать только вот этот ранг, или он будет возвращать ранг и еще все оставшиеся столбики? Нет, он будет возвращать то, что мы просили, а она просила возвращать только S. Да, то есть здесь на самом деле нужно поставить запятую, и да, что там нам нужно? Ну, звездочка не очень хорошо, как я говорил, да, а нам нужно видеоид здесь добавить, да, видеоид, запятая, юзерид, да, и тогда она сможет их выбирать. И еще одну ошибку заметили, молодцы. Спасибо тебе большое. А? Подожди, ну давай, прям сразу, да? Ну давай. Не, подожди, я еще про это расскажу, и потом я тебя еще раз это высылу. Так. И еще одно решение для вас. Special for you, которого не было ни у кого. Я напишу его на чуть-чуть специфическом синтаксе, скажу, что, ну, в чем смысл, и он есть разный, он тоже пишется по-разному в разных СУБД, но смысл остается такой же. А, группировать, это, блин, потом хрен, ну ладно. Давай. Групировать. Ну. Так, а теперь как-то... Сдвинуть может, а уменьшить, нет, да? А, во, класс. Все. Так, вот так. Так, вот. SD. Пурум-пу-пу. 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 Пурум-пу-пу-пу. Два. Зерлочка. Допустим. Групп. Бай. Безагайдин. На самом деле фишка только вот в этом. Я только вот про это хочу рассказать. Как бы... Топ-1. Топ-1. Топ-1 это то же самое, что лимит. Так, это синтаксис от сикл-сервера. А, звезды все поля. Да, это сикл-сервер. Там уже сикл-сервера. Топ-1 просто все поля. Топ-1 это то же самое, что и лимит-1. А. То же самое, как и в других штуках, лимит-1. Cross-Apply в этом случае, да, он может заменен быть на Lateral View, короче. Join Lateral View как-то в разных... В разных... Вот, теперь про Cross-Apply в чем фишка на самом деле. Когда вы пишете Join и открываете скобки, вы не можете в нем ссылаться на вот эту табличку. Вы можете в On сослаться на нее, да. Соответственно, поэтому вы как делали? Вы делали Group By, вытаскивали там максимум. И потом делали внешний Join по Join по Maximum и по User ID. А здесь я делаю по-другому. Я говорю, пожалуйста, для каждой строчки из видео... Ну, поэтому я делаю здесь группировку по User ID, чтобы этих строчек было столько же, сколько юзеров. Но это тоже не важно, это не смысл приема. Да, я говорю, для каждой строчки отсюда, пожалуйста, найди мне топ-1 из видео, сортированных по рейтингу Деску. Да, то есть, пожалуйста, для каждой найди топ-1. То есть, вот так вот ищи. И в этом случае я ссылаюсь на V2 вот здесь, видите? То есть, на V1, вот, отсюда. А где нельзя ссылаться на V1? В Join. Если ты напишешь вот здесь, допустим, Inner Join, то в теле ты не сможешь сослаться на табличку вот отсюда. А сейчас можно. И поэтому я могу использовать здесь сортировку и лимит или топ-1, да? Потому что ты для каждого получаешь чуть меньше множества, делаешь топ-1 и order by. И как бы заставляешь ее вот так вот крутиться. Это можно было заменить на самом деле на вот этот запрос вставить вот сюда вот в select. Да, потому что ты хочешь, ну, только одну как бы, да? Ну, как бы, если ты хочешь написать в том же варианте, как и мы, чтобы если люди, ну, если было несколько одинаковых оценок, да, вернуть их, то в SQL сервере есть такой синтаксис типа with ties, типа с ничьями, да, и он вернет как бы не одну строчку, а максимально, ну, столько, сколько максимальных. А для лимит 1, вот я не знаю, какой там синтаксис точно нужно писать, чтобы сделать то же самое, но я думаю, что он там тоже существует. Ну, в принципе, это возможно. Но это именно про идею, да, то есть, смотрите, мы решили это через группировку когда-то, да, и через Join. Мы решили это через order by в этих, в оконной функции. Мы решили это через, там, в оконной функции можно было написать, там, там, да, макс можно было, в принципе, написать, и тоже через него решить. Мы решили, можно это решить, там, через Join и другие, вариантов решения, просто найти максимум на SQL очень много. Ну, самый простой, как бы, в этом варианте, это, конечно, через оконную функцию, это то, чего, там, плюс-минус все от вас ждут, когда хотят такой запрос видеть. Это идея хотя понятна здесь этого, да, все. Поэтому один простой запрос может быть написан десятками разных, там, случаев. Я когда-то, когда-то, ну, практиковался и просто задачку сгенерить цифры от одного, там, до ста, сколько вот у нее решений на SQL, я там, как бы, около десяти просто написал, а потом мне надоело. Ну, не просто там, не знаю, просто кардинально разных. Так, и девятое, десятое, про генерацию множества, мы в славе уже обещали эту славу. Тебе уже не нужна эта слава? Типа два раза подряд в камеру не пойду? Ну, давай, кто-нибудь, кто еще решил девятку тогда? Да, я не знаю, неправильно. Ты неправильно решил? Давай, если неправильно, обязательно нужно выйти. Тут просто, видите, номер. Я сначала... Боже мой, это очень много. Да. Очень много, кто решил? Так, тебя вызывали, кого ли кто решил, никого еще не выходил. Лех, Дуриша, давай выходи тогда. Я не замечал, потому что ты поднимаешь руку четыре раза. Я просто сначала создал табличку с двумя столбиками, и потом третий еще к ним джойнил, и потом ненужный убежал. Ну, так и нужно. Ну, поэтому так и много. Там можно покороче написать, наверное. Сейчас разберем. Ага, я тебя тоже подставил. Всех ловлю на этом. Не специально, конечно. Конечно, специально. Да, там на самом деле, смотрите, там на выводе через запятую мы не будем складывать эти запятые, не в этом задачка была, да? Вот так не будет работать? Ну ладно. Сейчас напишешь, как будет работать, значит. Давай. Не знаю, тебе нужно три отдать. Три айдишника вернуть. Давай. Когда смысл поймем, напишешь. Ну, то здесь, конечно, нужно было подумать, да? Это тоже опять задачка не на знание SQL и разные формы, а именно на ваше революционное мышление, да? А как там вот эти вот таблички соединяются с друг дружкой и так далее. Никогда в жизни практически никто не пишет cross-join. Пиши. Это не значит, что это неправильно. Я здесь два раза писал. Вот именно. Только в университетских задачах кто-то использует cross-join. Ну, на самом деле, ну, редко происходит этого, да. Просто редко кто хочет в реальных базах делать декартовое произведение всех строк на все. Да, как бы, ну, задачка, как бы, кажется... Непонятна. Можно, ну, сейчас мы поговорим про это тоже. Сейчас допишут, дадим Лёше. Давай, не жадничай, перейди на следующую строчку. Хочу влезть. Ну, нет, влезть это понятно, но не будет, как бы, красоты такой, столбика не будет. Будет какая-то ерунда. Давай. Вот хотя бы так, да. Вот. А так вообще идеально будет. Сейчас end напишешь по 2, и будет вообще класс, красота. Ну, и в селекте нужно что-то написать. Это неправильно. Тебе же нужно вернуть 3 айдшника. Да, т1 айди, все правильно, т2 айди. Может, задача была, то надо просто, между ними, плюс или... Ну, плюс можно поставить, это непринципиально. Смотрите. В таком случае одинаковые будут, 1, 2, 3, 3, 2, 1, это же 1, это же 0. Вот здесь? А. Здесь такого не будет, потому что у тебя есть строгий порядок, что 2 должно быть больше, чем 1, а 3 больше, чем 2. И все, и за счет этого ты выбросил все вот эти случаи, да. То есть, как бы, внимательно смотря на эти цифры, можно было это уловить, да. Что вы сначала просто перебираете все возможные варианты, которые могут быть, а потом оставляете из них только вот такие. Вот. Что еще здесь интересно? Спасибо тебе. Что еще здесь интересно? Это можно было написать не через cross-join, да. То есть, сейчас попытаюсь это сделать. Там 2 cross-joina. Да. Это, наверное, cross-join или еще 1-2. Или можно 1-2 и 1-2. Сейчас, вот смотри, попытаюсь ответить на твой вопрос. Да, боже мой. Так, теперь я здесь какие-то слова пропустил, либо не пропустил, что должен написать сюда. Да. То есть, я могу сюда на самом деле ничего не написать. Да, он по дефолту будет inner. Но красивее будет, если я напишу здесь inner. И это будет ровно то же самое, что предложил нам Алексей. Да, то есть, я ничего не сделал здесь. Я просто VR вытащил сюда. Это эквивалентная запись. Понятно? Так, почему там 2 cross-joina и только 1-2? Это не принципиально. Ну, оно же для всего множества применяется. Это не будет работать? Нет, это будет одинаково работать. Смотрите, возвращаемся. Я так классно старался, теперь придется вернуться. Да, у нас будет арбанной стрелочке на проверку. Вот, да. Смотрите, как это работает. Да, то есть, мы берем и сначала генерим это множество всех вот пересечений. А потом на них накладываем условия. Но на самом деле не так все работает. То есть, мы сначала, скорее всего, генерили вот это множество и накладываем условия, которые касаются его. Это вот это. Да? А потом, как бы, вот к этому множеству, которое осталось, накладываем, ну, пересекаем, делаем его cross-join и накладываем это. Так будет просто быстрее работать. Вот, если ты сначала генериешь, сделаешь с этой cross-join, ты получишь огромную табличку сразу же. Она может там никуда не поместиться и будет плохо. А если ты будешь маленькими кусочками делать, так будет, скорее всего, выгоднее. Это оптимизатор сделает или это в другом решении? Оптимизатор сделает. То есть, он подумает, но он сначала подумает, если бы это были разные таблички, допустим, T1 и T2, он подумал бы, как бы их за cross-join, так, чтобы поменьше получилось данных. То есть, он посмотрел бы, какие из них две самые маленькие, попытался бы их сначала за cross-join, потом попытался бы отфильтровать, чтобы... Вот, теперь смотрите, еще что хочу показать. Если в вашей команде есть ребята, которые программировали еще давно или видели плохие запросы, они могли написать еще короче эту штуку, да? Они могли написать TST2, TST3. Да? Вот такой вот синтаксис, вот такой вот синтаксис еще, скорее всего, везде существует, его никто не выкосил, да? И тогда это будет еще как бы короче все, и как будто бы это даже будет и круче. Но я призываю все-таки вас так не делать, потому что это взрывает мозг, потому что, на самом деле, если к этому привыкнуть, то потом вот здесь VR, ну, типа тебе нужно сделать inner-join пяти таблиц, ты их все сначала перечисляешь, а потом вот здесь пишешь 25, поймался я теперь сам, вот здесь вот пишешь еще 25 end-ов, которые относятся непонятно к каким таблицам, да? Ну, то есть, ну, непонятно, ну, то есть понятно из префиксов, да? Но они все в одном месте написаны, и тяжелее анализировать, как ты соединяешь, допустим, T1 и T2, допустим, конкретно, да? Где нужно выкосить, найти все условия по этому соединению. Но это будет равносильный запрос. Вот так, теперь мы… ой, не до стрелочки. Теперь мы вернемся… то есть я считаю, что вот такая запись, она, по моему мнению, наиболее читаема для других людей, да? То есть, как бы я ему сразу все рассказываю. На самом деле, вот такая прям тоже неплохая. Ну, здесь с cross-join тоже, на самом деле, вот здесь, когда мы напишем inner вот здесь, вот вариант с inner, да, вот там у нас был. Да, думаю, все. Не-не-не, да, все, ну, короче, затер, я понял, понял. То есть, если мы напишем вариант с inner, которым у нас здесь был, но оставим там условия вот эти меньше, мы немножко обманем человека, потому что он будет думать, что это как будто бы inner join там у него происходит. Какое-то, да, то есть он какое-то соответствие будет искать. А вот с cross-join мы делаем как бы это прозрачности, типа мы генерием как бы это множество и потом фильтруем. Ну, так просто, чуть-чуть-чуть попрозрачнее. Так, да. Ну, будет, не, ну, как этот запрос отработает? Ну, так же отработает, сгенерит, сгенерит вот это все. Да, да, он как, да, и перечислит, и вернет их вот так вот тебе в таком же варианте, когда один больше другого. Не-не-не, если тебе нужно вот все эти множества сгенерить, да, напишешь вот здесь все эти поля. И это будет еще, скорее всего, не очень быстро работать, потому что тебе нужно будет это все... А как лучше? Лучше для чего? Ну, чтобы сгенерить эти множества? Ну, так вот, вот здесь вот так и напишешь, тебе нужно вот эти все пересечения найти, как бы, да, не знаю. А, нет, циклы есть, конечно же, есть циклы, но я призываю вас не использовать их в SQL. То есть, смотрите, есть разные модификации SQL, там, TSQL, SQL Server, PLSQL, там, в Oracle, в Pathgres, там, еще какой-то, и в MySQL, там, свой синтаксис. Но каждый раз, когда вы сваливаетесь в цикл какой-то, лучше напишите эту логику на том языке, где циклы, это самое главное, что у вас есть, да, там, на Java, на какой-то, либо там в Python вы забираете, либо там в .NET, то есть, там циклы, это ваша сила, да, как типизация и всякое остальное. А здесь лучше не надо писать циклов. То есть, если вы напишите цикл, пишите курсоры, скорее всего, вы делаете это не в том месте. На SQL нужно писать запросы и быть сильным в запросах, да, и, скорее всего, 95% запросов можно писать вообще без циклов, да, то есть, просто там как-нибудь подумав. Есть, на самом деле, еще и рекурсивные запросы, но мы сегодня не будем их рассматривать, но они тоже существуют, то есть, это такой high skill. Конечно, используют. Все, кто не могут писать запросы, используют курсоры. Ну, нет, но есть еще 5% случаев, когда без курсоров никак, да, ну, там, ну, лучше к ним только в последнюю очередь приходить. И если я спрашиваю на собеседовании, знает ли человек синтаксис курсоров, и он отвечает, что знает, но это не очень хороший знак для меня, скорее всего. Ну, да, то есть, вот, ну, в моем понимании, да, лучше ответить, что я ничего не писал курсоры, потому что, если мне нужно было обойти логику, я писал это в другом коде, а запросы я пишу без курсоров. Ну, вот так. Не знаю, курсоры на игре или на курсоры. Так тоже может быть, но я такого, как бы, то, что я не использую, я, скорее всего, и плохо знаю. Так, и теперь последняя, десятая задачка, которая, на самом деле, не сильно отличается от этой. Практически, да? Но не сразу для всех, да, это получается естественным для всех, что это то же самое. Кто готов здесь что-то сделать, чтобы это была десятая задачка? Так, кто-нибудь из новеньких? Давай от тебя не вызывали еще. Да, ты готов? Давай. Рома, да, я правильно помню? Давай. да все да как бы немножко да нет ну ванси сквеле именно такое синтаксис неравенства но для того чтобы людям из c++ java мира было удобно поддерживается и вот такой чаще всего хотя он считается как бы таким не деприкетит но как бы ну ну ладно и так напиши поймешь прям что-то типа думаешь но в принципе ванси вот этот основной считается ну то есть как бы такое как бы главное но люди чаще всего пишут вот так потому что начинает работать и потом как бы менять вот на такое как бы какой смысл да и так далее да 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 для уникальный написали бы там наш великий дистинкт да скорее всего там что повторялось все все задачки мы рассмотрели смотрите никто не надеется на то что после решения 10 задачек и разбора этих 10 задачах вы научитесь писать SQL но нет конечно же потому что там не знаю ну надо написать там хотя бы не знаю парочку сотен чтобы набить руку какую-то да но overview у вас должно было сложиться про большую часть возможностей про разные подходы про не знаю про какие-то там мысли что-то у вас голове должно было передвинуться и это на самом деле самое главное да то есть вы по крайней мере не так боязно будет читать запросы когда лектор вам будет писать на доске или вы будете видеть их в компании у себя на экране вот поэтому но у нас есть одна проблема я значит в субботу получаю каждый раз письмо и там все меньше и меньше отзывов все меньше и меньше представляешь прошлый раз было 33 это значит три оценки должен поставить вот и так каждый говорит а я получаю 3 а да вообще может быть филипп не половину пишет чтобы я не расстраивался ну смотрите моя мотивация да я один сам себе там да мотивация здесь очень простая да как бы ну то есть я хожу сюда не для того чтобы кого-то из вас отсюда выгнать не для того чтобы получить деньги или там еще что-то да да для того чтобы почувствовать что это вам нужно да поэтому если не чувствуешь что-то вам нужно но это значит и мне тоже не очень интересно все на сегодня все встретимся в следующий раз и будем говорить про оптимизацию запросов